Расскажи мне, Гитарец, в чём сила? Разве в деньги? Вот у меня учредитель говорит, что в деньги. Ну, много у него денег, и что? Много клива сегодня продала? Всё? Да ладно? Пиздяшечек продала? Да ладно, а как так? Слушай, ну говори, это нормально, слушай, нормально! Кто-нибудь читал, сколько я этого добавил, потому что я могу сейчас вас всех обвесить. Моя бабушка, когда открыла мясную лапу, она обвешивала всех и вся. И что в итоге? В итоге у её внучка есть трёхкомнатная квартира. Всем здорова, с вами Руслан, и это канал СамоТоп. Сегодня мы подведём итоги очень интересного мероприятия Лидская Бирмастер 2019. Ну, как ни странно, конечно же, под эгидой Лидской пивоварни, где я был одним из членов жюри. Погнали! Обязательно досмотрите видео до конца, там будет конкурс на очень крутой приз. Всем приятного просмотра, погнали! Как видите, у нас сегодня уже всё подготовлено. Будем долго рассуждать. Конечно же шучу. Также покажу небольшие отрывки видео, которые я поснимал, которые ещё найду, может, фоточки какие-нибудь, чтобы вы больше прониклись атмосферой этого фестиваля. Хорошо! И погнали! Вкратце о самом мероприятии. Я на него немножечко опоздал, пропустив два участника, и поэтому, в принципе, не могу полностью объективно составить своё мнение о всех участников конкурса, но я видел их, в принципе, большую часть. И, судя по моим отметкам, приблизительно большая часть и шла вровень. Само мероприятие было, конечно же, организовано на высшем уровне. Было две колонны жюри. Первое – это были профессионалы пивные, рестораторы, гендиректор Лицкой пивоварни и также главный пивовар этой компании. Ну и вторая часть, в которой уже был я – это блогерское жюри. И, в принципе, если вот так вот говорить чисто объективно, таких пивных сомелье, грубо говоря, в обоих составах жюри, ну, их по сути не было. Я думаю, что большинство всё-таки членов жюри были больше как любители и ценители пива. Ну, конечно же, тут можно вынести только главного пивовара, Лицкой пивоваренной компании, которая явно знает и понимает весь толк во вкусе пива. Основными критериями оценки были именно вкусовые ощущения от пива, а также презентация, идея самого пива, ну и, конечно же, общие ощущения от выступлений. Подводя итоги конкурса, конечно же, очень хотелось сказать, что всё-таки попробовав сколько это было, получается, было 15 участников, двое из них пропустил, один участник не принял участие в финале, поэтому это получается у нас 12 коктейлей я попробовал. И основным таким вот моментом я бы хотел выделить то, что коктейли, которые были наиболее удачными, в них присутствовало мало вкуса пива. В принципе, во всех почти коктейлях вкуса пива было минимально. А те, которые, бармены, которые делали основной упор на именно вкус пива, то коктейли были не слишком гармоничны, не слишком сочетаемы, не слишком вкусны. И поэтому бармены, к сожалению, получали достаточно невысокие оценки. Хотя это, в принципе, конкурс пивных коктейлей. И таким вот мимолетным мнением, в принципе, об этом говорил не только я, многие члены блогерского жюри выражали именно эту позицию, что все-таки в пивных коктейлях, наверное, должно больше быть и присутствовать именно вкуса пива. Но, к сожалению, пиво такой напиток, что, мне кажется, его очень сложно сочетать. В принципе, я много уже выпусков сделал по пивным коктейлям и не сказал бы, что я получал такое что-то сверхъестественное. Все-таки мне кажется, что многие коктейли, которые пытаются делать на основе пива, в них все-таки это пивная горечь, пивной такой вкус. Он все-таки, если хотят получить отличный вкусный коктейль, и его приходится немножко нейтрализовать, чтобы действительно это все понравилось. Ну, а теперь немножко пройдемся по именно фаворитам, моим фаворитам конкурса. Ну, а также покажу небольшие части выступлений данных барменов. Ну, и плюс расскажу в общем итоги конкурса. Победителем конкурса «Лидская Бирмастер 2019» был признан Олег Пекарь с коктейлем «Пламбир». Сама идея очень интересная, и в принципе она достаточно такая, лежащая на поверхности. Соединить мороженое, то есть стандартный советский вкус, это именно пламбир, и пиво. Что из этого получилось, я думаю, можете сами попробовать, каждый сделать, заценить. И это будет достаточно, я думаю, что вам интересно попробовать. Все ингредиенты я напишу обязательно в видео. Так что ставьте на паузу, намутите и продолжайте смотреть дальше. Сама презентация тоже достаточно сбалансирована, красива. Единственное, что, конечно, я не разделил именно такую платхоналию со вкусом этого напитка. Все-таки мне он показался недостаточно крутым, чтобы ставить за такие напитки высокие оценки. А, в принципе, все остальное, что связано с выступлением, с ароматом и так далее, все было, в принципе, на высшем уровне. 1967 год. Коктейль «Пламбир». Начало. decent долларов за пок lançацию. ИНОКОЕРững vowels Заходите на ее. Много гил pec дьявольства вы comprometите? Все. Да ладно? Визж Д Zarмиati Я ему говорю, никакого спиртзавода мне не надо, а то понадостатся. Смелитесь, пожалуйста, ну как так получилось? Что он сказал? Молодой, где я здесь увидел дочек? Где тетенька? Где тетенька? Какая я тебе тетенька? Красавец, давайте компресс. Собой? 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 Тебе куда? А то Калицкого. Вставительный давай сюда. Ты сейчас в суде? Ты хотя бы совершенно легкий или ты совершенно длинный? Ну, я ему говорю, какой же ты в садок? Ну, как бы у меня рубль будет, сдачи не будет. Нет, ты гонишься. Нет, он нормально. Зинаида успокойся. Зинаида успокойся. Так, студент, либо бери на сдачу пломбир, либо мазак. Сиропом? А какой есть? Риска. Да, какая разница? Ну, что дальше? Короче, скажи, надо это спирт заход он мне устроил, да? Так, ты знаешь, что? Игорь так, этот, смесь нового, значит, от демона, да? О, Игорь. Принц этот, колбасный, с этой русской, с хлебозавода. Что ты мой, а я знал, а я знал. Ты так и знаешь. Синаида, я сразу туда ушел. Ну, так, а ты знаешь почему? Ты знаешь, чему я люблю? Васька. 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 Что такое? Василий. Второе место было у бармена Сергея Сморщика из города Бреста с коктейлем Хорошая девочка Лида. В принципе, тоже будет весь рецепт прописан. Смотрите, пробуйте. Здесь уже более было сбалансировано и вкус коктейля, и выступление на такую интересную юмористическую нотку. В основном делался упор это на образ еврейского бармена, что, в принципе, во все века заходит на урак. Если, конечно же, правильно этим пользоваться. Я буду не по щекам гонять. Давайте я вам приготовлю сначала что-нибудь вкусное, а потом мы поговорим за презентацию, которая была. Честно, это была просто чума. Этот месяц, который у меня был, это было что-то с чем. Но начнем мы, пожалуй, с напитка. Короче, тема такая. Ко мне зашел человек и говорит, слушай, ты можешь удивить девушку, с которой я пришел на первый развидание? Я говорю, дорогой ты мой, разделив стиральную машинку цветное и белое, ты ее уже удивишь. Я рад, что вам понравилось. Особенно, да, мы оценили, они знают толку в этом. Ну что, я смотрю на эту девушку, думаю, челлендж принят. Я смотрю, смотрю, она выглядит великолепно. Она красивая одежда, хорошая у меня, но она явно скромная. Я думаю, надо как-то раскрепощать. Она же просто, видимо, она аристократка. Я смотрю на нее, думаю, что может раскрепостить настоящего аристократка, как нехороший джин. Джин всегда раскрепостил. Если его пил Чарльз Деггин, то кто это такой, чтобы этого не делать? Правильно, поехали, нанимаю с вами жизнь. Если вы думаете, что праймор у меня в руке, это от волнения, то не-не-не-не, я потом расскажу, что у меня случилось. Эта история просто вскружит в голову. Дальше смотрю на эту девушку, думаю, не-не, просто джином ее не раскачает. Давай, высматриваю к ней, что-то эксклюзивное, смотрю на лацканье рукава, у нее пару капель краски. Либо она бешеная фанатка группы краски, что вряд ли. Либо она художница, поэтому, кто догадается? Вы? Абсент, молодец, очень любишь пить. Абсент. Но добавлять его надо действительно не очень много, потому что один человек слишком его перебрал, взял бритву, побрит, и дальше историю мы знаем. Поехали, наливаем абсент. Но потом, естественно, поить даму чистым алкоголем, но это что-то, что-то с чем-то никак. Так нельзя делать. Я думаю, ну, поехали. Лимонный сок, который говорит все сам за себя, это не астатэ. Почему он все время должен говорить сам за себя, ему должно быть обидно. Правильно? Поэтому давайте представим лимонный сок. Вашему вниманию представляется великолепный, потрясающий лимонный сок, отобранный у лучших армян нашего рынка. Просто набираем тоже лимонного сышку. Ну, от этого напиток станет уже более полыхать абсентом, более полыхать в жимах. От лимонного сока довольно часто напиток высвобождается. Что дальше мы возьмем, вы сейчас упадете, когда я вам расскажу. Моя бабушка, великолепный человек по совместительству женщина, всю жизнь любила с утра выпить чашечку коробки. Я как-то к ней пришел, говорю, бабушка, ты пьешь все время кофе с сахаром? Она говорит, ну натурально, потому что к любому ничего нету. Я говорю, бабушка, смотри, что я для тебя сделал, я тебе принес кривной сироп. Она говорит, внучек, ты исполнил мою мечту, теперь я с утра могу пить кофе и фивасик в одном стакане. Два любимых утренних напитка. Итак, сейчас будет смертельный номер. Знаете, я когда готовился к этому, мне нужно было наливать вот сюда, в этот жиме, ровно 50. Честное слово, если я на этих 50 все-таки собью себе руку, плакала моя трехкомнатная квартира в центре. Смертельный номер, смертельный номер, я все сделал, смотрите, какой он молодец. Ну что, дальше для этой девушки нужно было чем-то ее уделить, и я взял, чтобы вы думали пюро юзер. Чаще, чем вопрос, что у тебя с рукой, я слышал, что такое пюро юзер. Я вам рассказывал, особенно тем, кто там находится. Умные азиаты взяли лимон, взяли мандарин, все это совместили. Азиаты вообще очень хорошие ребята, они очень умеют совмещать что-то эксклюзивное, при этом не тратя на это очень много денег. Азиаты, в принципе, очень хитрые, если бы вы заметили, они все время ходят с притча. Не, ребята, вы когда так смеетесь, аплодируете, вы стягиваете мое время, сейчас вылезу из тайминга, и что будет, оля-ля. Кто-нибудь считал, сколько я этого добавил, потому что я могу сейчас вас всех обвесить. Моя бабушка, когда открыла мясную лапу, она обвешивала всех и вся, и что в итоге? В итоге у ее внучка есть трехкомнатная квартира. Господа, поехали. Сейчас самый-самый ответственный момент, особенно для жюри, честное слово, посмотрите все сюда, ради бога я вас умоляю. Сейчас, если вы захотите задавать мне какой-то неловкий вопрос, самое время это делать, потому что я начинаю шейковать, и вас слышать в это время не буду. Вопросы есть? Вопросы к намам, то поехали. Сейчас на основу мне первый раз аплодирую Баррика. Третье место занял бармен Виктор Мишкеевич с коктейлем Лидский пляж, который он любезно предоставил всем членам жюри, и мы можем сейчас его продегустировать, попробовать. И я думаю, что заново ощутить все ощущения от этого пива. Пиво получило от меня достаточно высокую оценку, в принципе, как и вся тройка призеров. Именно что только немножко в другом порядке, именно по вкусу я бы их распределил. Также было еще пару коктейлей, которые я заценил по вкусу, и которые не попали ни в какие призовые места. И очень классное сочетание именно для себя подчеркнул. Это все-таки пиво и различные ликеры на основе трав, каких-то различные сиропы травяные. Все-таки это сочетание, помни, самое крутое и самое перспективное именно в развитии пивных коктейлей. Ну а пока мы перейдем к пиву Лидский пляж, заценим его еще раз и выскажем свое личное мнение. Для тех, кто подписан на мой инстаграм, уже, я думаю, читали про это пиво, про этот подгончик. Они знают всю подноготную этого пива, так что обязательно переходите, подписывайтесь. Много различной информации вылаживаю именно там. Само пиво очень интересно в плане даже его названия Лидский пляж. Основная такая идея этого названия это то, что именно в городе Лиде появился первый инклюзивный пляж, то есть пляж для людей с ограниченными возможностями. И таким образом через это пиво бармен показывает, что все-таки самое главное, чтобы у всех преобладала свобода. Свобода действий, свобода передвижения. Независимо от того, есть ли у тебя какие-либо ограничительные факторы. То есть очень сильная идея. Ну и, конечно же, еще одно такое позиционное зерно именно этого пива. То, что это именно коктейль пивной, сделанный профессиональным барменом. Ну что ж, быстренько пройдусь по пивному коктейлю Лидский пляж. Очень интересное вкусное сочетание присутствия все-таки персикового такого вот вкуса. Это очень оригинальное, по-моему, решение. И очень странно, почему все-таки в темах Радлера нету именно вот пива с персиком, с абрикосом, с чем-то вот именно такого формата. Очень интересное, легкое, ненапрягающее пиво. В общем, по кайфу все замечательно. Присутствует даже небольшая такая пивная горечь. Очень интересное, вкусное пиво. Но все-таки, может быть, я бы еще в это пиво добавил немножко побольше пивного вкуса. Вот, то, о чем я, в принципе, хотел бы сказать по каждому участнику почти. Поэтому замечательное, интересное пиво. Я думаю, что такое бы пиво зашло бы обязательно в нашем пивном масс-маркете. Ну и, подходя уже к концовке видео, к конкурсу, хочется выделить еще одного бармена. Это был, конечно же, Сергей Казаков с напитком Бодров. В принципе, по названию уже можете понять, для чего этот пивной коктейль. Для, конечно же, бодрости получения, восстановления, точнее, своей ауры, что немаловажно. И этот участник получил именно премию от блогеров. Конечно же, было очень яркое выступление в стиле Брата 2. Это очень сильная и красиво реализованная идея. Поэтому все было просто замечательно, красиво, эстетично. И неудивительно, что именно, как бы сказать, медиа-жюри оценила этого участника. Уважаемые члены-жюри, ну что могу предложить? Напиток Бодров попробовал его в начале нулевую от Мадонского мужчины. Отличный вкус, забилное качество. Легко было время. Что поделать? Эх, войны. И сразу немного со Сталин. Питер Клюков. Извини, сегодня один. Быстро разбираем. Сироп Мадолин. Продукты уже довольно редкие. Но сегодня в наличии. Хотя, бывает всякое. Это сички. 50 на 50. Далее. Итальянское качество. Красный вермин. Совсем немного. Вполне возможно, вас не заинтересует. Это из импортного производителя. Перейдем к отечественному продукту. Пиво Алицкая премиум. Вещь мощная, надежная, вкусная. Один мой товарищ, звали его Носик, рекомендует его за особую тонкую горчинку, мягкий вкус. И за пышную, шикарную святую пену поговаривают, что готовили его совместно с финскими пивоварами. Я подоверял ребятам, которые так играют в хоккей. Бокальщик зафинских хоккеистов. Аплодисменты, господа. Бокальщик зафинских хоккей. Разве в деньгах? Разве в деньгах? Разве в деньгах? Вот у меня учредитель говорит, что в деньгах. Ну много у него денег и что? Он три мяты себе отрел. И Мерседес 222-й купил. И что он сильнее стал? Нет, не стал. Носик говорит, что в силах пива. Вот у него много было пива. Вот только мяту не отрелал. И Мерседес 222-го у него не было. Наверное. Он пиво варил. Для себя варил. Для людей варил. Для нас-то говорил. Так может в пиве сила? Может быть и в пиве. Я думаю, что сила правда. А знаешь, что для меня правда? Правда то, что благодаря ему и пиву ему мы сегодня здесь собрались. В прошлом году собрались. Сегодня собрались. И в следующем, я уверен, соберемся. И дети наши соберутся. И всегда будем. Сергей Казаков. Я уверен, что в этом и есть правда вечности. Я думаю, что сила правда. У кого правда, тот и сильнее. Выпит в правду. Ну и хочется конечно же предложить всем участникам. Есть тут барная стойка. У меня есть формат пивные коктейли. Кто желает поучаствовать в пивном шоу про пивные коктейли. Обязательно пишите мне. Обязательно замутим какую-нибудь интересную коллабу. И посмотрим, сможет ли профессиональный бармен развернуться на достаточно, хоть и большой, но все-таки кухонной барной стойке. Пишите. Обязательно что-нибудь придумаем. Ну и переходя конечно к концовке видео, к самому интересному это конечно же розыгрыш. Разыграем мы такую вот замечательную доску Лидская Бирмастер. Я думаю, что она очень красиво впишется в любой интервью, в любой в принципе кухни. Так что я думаю, выиграть ее будет достаточно таки замечательно, как говорится. Условия просты. Нужно подписаться на канал. Канал должен быть обязательно открыт ваш, чтобы я видел подписку на мой канал. Поставить лайк этому видео. Репостнуть в любую социальную сеть. Написать в комментариях, какой самый неожиданный пивной коктейль у вас получался. Либо вы знаете. Не обязательно в позитивных нотах. Может быть что-то и плохое было, но достаточно прикольная идея. Обязательно пишите. Мы победителя коктейля обязательно сделаем в нашем пивном шоу. Ну и вы получите вот такой вот достаточно увесистый сувенир с мероприятия Лидская Бирмастер. Ну и для затравки расскажу свою интересную историю муток пивных коктейлей. И это конечно же было больше как интересный эксперимент. Просто хотелось попробовать это сочетание речицкого светлого, которое такое достаточно тяжеленькое с такой хмелевой горчинкой, и швепса, который с такой цитрусовой горчинкой. Пиво было... пивной коктейль был достаточно интересный, но недостаточно вкусный. Так что пишите ваши варианты, и я думаю, что в течение месяца я еще конечно же заранее сообщу информацию во всех своих соцсетях о том, когда мы будем подводить итоги конкурса в прямом эфире. Мы обязательно все это разыграем, выскажем свое мнение об участниках и выберем обязательно лучшего. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, как вам вообще такой обзорный формат. Такое вот шоу на различные мероприятия. Я раньше делал конечно такого формата шоу, но не так глобально и не так разбирал по косточкам все мероприятия. Так что обязательно подписывайтесь, бармены пишите обязательно либо в инстаграм, либо можете здесь в комментариях, либо в контакте. В принципе все социальные сети есть под видео. Всем пока и это сам ТОП!